друзья всех приветствую очередная торговая сессия мы снова на рынках мы готовимся к полноценной торговой сессии мы готовимся к волатильным торгам да и в принципе держим руку на пульсе следим за всем фундаментом новостным фоном потому что ну разумеется прекрасно понимаем что сейчас реальность крайне непредсказуемая в плане этих инфоповодов и сейчас рынки не такие которые мы привыкли сейчас от них можно ожидать всего чего угодно причем в любой момент и связано это с тем что мировая экономика мы трейдеры кратко средне долгосрочные инвесторы все мы оказались в реальности которые не были готовы это реальности непредсказуемого развития пандемии которая в принципе уже стала причиной страшнейшей экономической рецессии мы видим то что проблемы действительно серьезные по тем действиям которые предпринимаются регуляторами буквально всех стран мира чтобы поддержать экономику и если кто-то из них пытается приукрасить действительность сопоставить опять же то что происходит сейчас какими-то локальными проблемами в прошлом но у нас достаточно много друзья подтверждений и вводных тоже на основании исторического опыта которые позволяют нам сказать что такого рода прецедентов еще не было вчера мы первый раз за долгое время начали позитивно мыслить с точки зрения дальнейшего развития событий вокруг коронавируса я предлагаю друзья тенденцию сохранить это очень важно почему говорил опять же накануне сейчас большинстве европейских стран которые раньше да и до сих пор выступают еще эпицентрами пандемии фиксируется замедление роста числа новых случаев я очень обеими руками за чтобы эта тенденция она стала еще более выраженной и впоследствии италия франция германия испания начали уже смягчать те жесткие меры карантина которые вынуждены были задействовать то же самое таких же позитивных сценариев я искренне жду и в других регионах которые также являются жертвами сейчас и заложниками вот этих обстоятельств давайте посмотрим на то что происходит с рынком нефти 32 66 это котировки безусловно впереди важнейшие события это заседание опек по плану пока что настоится четверг очень много слухов очень много предположений допущений комментариев сегодня когда открыл опять же новости первое сообщение которое увидел опек готовится к радикальному сокращению добычи удивился провалившись статью и вижу в принципе то что мы обсуждали с вами ранее почему-то только сейчас для многих это становится какой-то откровенностью приближены к истине а каком радикальном сокращении на добычу идет речь 10 миллионах баррелей друзья разве мы с вами не обсуждали эту цифру мы знали что страны бодаются именно за этот уровень даже допускали что сокращение может быть более значительным а главный вопрос поддержат ли это сокращение соединенные штаты америки потому что если сша поддержат сокращение скажем а станут частью вот этого нового энергетического альянса то разумеется россия салдустская аравия также будут за чтобы снизить объем нефтедобычи потом уже будем гадать в каких объемах и пропорциях это а произойдет но также я заранее уже отмечал друзья что в сша скорее всего если договоренности не поддержат у сша очень простая позиция якобы из-за того что цены так уже сильно просели как вы понимаете для осланцевого производства такие цены они вообще гораздо ниже существенно ниже уровня рентабельности и американские производители вынуждены уже давно снижают объем нефтедобычи то есть сша пытаются навязать позицию того что они выполнили как бы условия по сокращению еще до того как вступила в силу это сделка поэтому ребята мы все сделали теперь и дело за вами то есть за саудовской аравии и россии повторюсь друзья что такой объем значительного объем феноменальный просто объем 10 миллионов точно никогда не возьмут на себя только лишь россия саудовской аравии саудовская аравия тоже плетет интриги вы помните что когда действовал энергетический пакт саудовская аравия добывала там девять по моему пять или девять и семь миллионов баррелей в сутки когда вышло из этого соглашения в марте тут же задействовала все свободные производственные мощности при этом уровень нефтедобычи перевалил за 12 миллионов поэтому сейчас саудовская аравия подходит к сделке с позиции того что мы снизим объем нефтедобычи но вот на тот уровень который стал экстра уровнем добычи за с момента завершения действия вот этого энергетического пакта то есть фактически с первого апреля и они готовы вернуться к тем уровням которые были в марте но говоря простым языком друзья саудовская аравия не готова сокращать больше чем был нормальный справедливый уровень когда действовал энергетический пакт россия кстати в конце марта добывала по моему 11 и 3 миллиона баррелей в сутки существенного роста добычи не произошло но вот на россию возлагают большие надежды якобы что именно российская экономика должна взять на себя снижение больше чем на 3 миллиона фактически действительно россию делают главной жертвой этого соглашения главным локомотивом учитывая что что российские производители очень сильно бодались и были не согласны с тем что они должны снизить нефтедобычу формате обсуждения дополнительных соглашений еще в марте тогда доп сокращение должно было на всех составить полтора миллиона я думаю что уж точно россия не возьмет и на себя таком единоличном ключе снижение на 3 миллиона поэтому я скептично настроен в отношении предстоящего заседания опек я стараюсь друзья аргументировать вам позицию чтобы вы тоже были с достаточным фундаментальным багажом сейчас сознание и водных и прекрасно понимали с чем мы подходим к этому заседанию и наверное уже принимали решения какие-то в плане торговли касательно нефтянки я держу короткие позиции и думаю что это позиция такой подход будет впоследствии выигрышным индекс американского доллара друзья здесь все без изменений мы по индексу на доллара держимся выше сотки сегодня в 21.00 выйдут протоколы опять же ничего существенного для доллара я не жду потому что мы прекрасно знаем на что будет монетарной политикой дальше федрезерва нас интересует больше сейчас именно больше сигналов больше свидетельств проблем с которыми сталкивается американская экономика потому что чем хуже обстоят дела в сша тем больше шансов у нас ставить на отработку идеи повышенного спроса на высоколиквидный доллар как валюта которая должна расти в период серьезнейшего экономического кризиса поэтому завтра заявки на пособие по безработице я думаю что эта статистика нам поможет евро против доллара 1 0 8 68 короткая позиция здесь сохраняется накануне вышли данные по промышленному производству германии правда это февральская статистика но все равно там спад на 1 и 2 дальше будет еще хуже фунт против доллара 1 23 17 правительство временно правительством руководит доминик раб это министр собственно иностранных дел англии сейчас что мы можем сказать мы можем сказать что доминик раб известен тем что он является довольно непримиримым и жестким сторонником такого же жесткого брейкзита может быть даже его позиция более жесткая чем у бориса джонсона желаем скорейшего здоровья выздоровления собственно борису джонсону но в данном случае именно вот эти кадровые перестановки это то что как я уже отмечал является фактом роста политической неопределенности для нас друзья это еще один фактор снижения британской валюты и по последним данным а судя по всему англия еще даже не приблизилась к пику распространение коронавируса американский фондовый рынок snp 2652 продолжаем проводить параллели с 2008 годом когда в мировой экономике также бушевал кризиса в ноябре все считали что пик кризис уже миновал однако самая настоящая жесть как раз и началась в ноябре собственно с октября на рынок восстанавливался довольно неплохо скорректировался очень похожая ситуация с той коррекцией которые мы наблюдаем сейчас но в середине ноября 2008 года snp с локальных максимумов еще потерял больше 30 процентов я настраиваю вас друзья на то что снижение может быть продолжено тем более что goldman's акция абсолютно точно разделяет нашу позицию того что snp доберется до отметки 2000 пунктов золото 1648 держим длинные позиции все без изменений по bitcoin мы также в плюсе 7350 сейчас это максимум и собственно с начала марта и дальше будет уровень еще повыше на этом друзья все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания